Он говорит, да? Мальчик. А вот, кстати, пол. Красиво видно. Счастливые слезы в этом кабинете – явление частое. Будущая мамочка Наталья сегодня узнала пол своего ребенка, а также убедилась, с малышом все в порядке. Никаких патологий и аномалий в развитии плода врач ультразвуковой диагностики, к счастью, не обнаружила. Ну, почему-то все вокруг думали, что у нас будет девочка. Я была тоже уверена, что будет девочка. Ну, рады, естественно, и очень любому полу, потому что первый ребенок, я думаю, самое главное, чтобы он был здоров. А кто это – мальчик или девочка вообще без разницы? Новый аппарат УЗИ в женской консультации третьего роддома ждали больше полугода. Он позволяет более точно определить пороки в развитии плода и установить возможные риски для будущей мамы. УЗИ второго триместра беременности позволяет выявить пороки головного или спинного мозга, печени, аномалии ЖКТ, лицевую расщелину, дефекты туловища и конечностей. В этом аппарате сенсорное управление. Аппарат очень легкий, скажем так, в обслуживании, в работе. То есть одной кнопкой можно улучшить изображение органа, который вас интересует. Есть функции клея вижн, мультивижн, то есть функции, которые убирают шумы лишние, лишние артефакты. И одной буквальной кнопкой нажимаешь и все, осмотр не вызывает никаких затруднений. За год через женскую консультацию третьего роддома проходит почти две тысячи беременных женщин. Каждой требуется сделать как минимум три ультразвуковых исследования за девять месяцев. Некоторым и больше. С помощью нового аппарата УЗИ уже удалось выявить несколько сложных патологий плода у будущих мам. Однако врачи уверены, что, как и сегодня, счастливых слез в этом кабинете прольется больше. Светлана Садовая, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.